Органы прокуратуры продолжают выполнять поручения президента страны по проверке деятельности автозаправочных станций. Производство, реализация и хранение дизельного топлива на АЗС и нефтебазах Челябинской области, как сообщает программа прокуратуры Российской Федерации на страже закона, оказались далеко не везде на должном уровне. На 62 АЗС и 5 нефтебазах выявлено более 100 нарушений. Возбуждено около 90 административных дел. Устранение выявленных нарушений находится на контроле органов прокуратуры. Шадринской же межрайонной прокуратуре не пришлось брать на себя подобного контроля. На днях ее сотрудникам совместно с представителем МЧС и Роспотребнадзора на территории города было проверено из 21 автозаправочной станции только три, принадлежащие компании Роснефть. Как нам пояснили в Шадринской прокуратуре, таково было поручение прокуратуры Курганской области. В районной прокуратуре совместно с другими контролирующими органами проводится комплексная проверка в сфере надзора за соплением федерального законодательства в сферах защиты прав потребителей при реализации продукции и топлива, также промышленной и пожарной безопасности в случаях возникновения чрезвычайных ситуаций. Данные результаты по проверке будут отражены на официальных сайтах контролирующих органов, а также в печатных газетных изданиях. Инспектор Роспотребнадзора в рамках рейда провел проверку документации о сроках поставки топлива, его реализации, сроков годности, а также законность заключения контрактов с поставщиками, соблюдение прав потребителей и других обязанностей работников автозаправочных станций в сфере обслуживания граждан. У представителя МЧС было не меньше задач, поставленных прокуратурой – проверить выполнение на заправочной станции правил пожарной безопасности и обслуживания и на случай возникновения чрезвычайной ситуации, а также проверить свидетельства о проведении обучения служащих заправки предотвращению чрезвычайных ситуаций и их последствий. Незадолго до этой проверки была осуществлена инспекция Ростехнадзора по выполнению АЗС «Роснефть» федерального закона номер 116, согласно которому станция должна являться безопасным производственным объектом для окружающей среды. Здесь необходим регулярный производственный контроль и эффективные меры по предотвращению проникновения на территорию опасных лиц. В результате проверки этих и других условий функционирования трех автозаправочных станций компании «Роснефть» на Шадринской земле. По словам помощника межрайонного прокурора Романа Секисова, нарушений федерального законодательства выявлено не было.